Вы у нас первый получатель президентского пособия детского. Мы очень рады этому. Мы рады, что вы не стали откладывать такое важное дело на потом, что вы понадеялись на помощь государства и надеемся, мы в свою очередь, что она будет существенной. Такого внимания со стороны представителей власти Анастасия не ожидала, равно как и того, что после рождения сына ей будет выплачиваться дополнительное пособие от государства. Закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка вступил в силу 1 января 2018 года, а маленький коряжемец Евгений Шадрин родился 16-го. Конечно, неожиданно. Мы не ожидали, конечно, вообще про это пособие. Нам, конечно, очень приятно, что государство о нас заботится, город тоже так вот относится к этому. Хорошая подспорья молодой семьи? Да, это очень хорошая помощь. Размер детского пособия 11 734 рубля. Оно будет выплачиваться одному из родителей до достижения ребенком полутора лет. Главное условие для назначения выплаты – доход на каждого члена семьи не должен превышать полуторакратного размера прожиточного минимума в регионе. Это очень хорошее пособие, это очень хорошее подспорье семье. И направлено оно не просто на поднятие демографического уровня в стране, но прежде всего на то, чтобы поддержать молодые семьи. То есть родители, которые брак заключили, может быть, это бывшие вчерашние, так сказать, студенты, они еще не имеют работы. И те, кто планирует семью, думают, что да, пока твердо на ноги не встанем. Так вот, государство дает им такую возможность воспитывать ребенка молодыми, так сказать, то есть не откладывать это на более поздний срок. Для назначения пособия необходимо предоставить паспорт, сведения о доходах за год, свидетельства о рождении и о регистрации по месту жительства. За консультацией также можно обратиться к специалистам отделения социальной защиты населения.